В селе Кончалан Чукотского автономного округа завершилась вторая ежегодная ярмарка оленеводов «Эрокорд-2016». В рамках фестиваля состоялись состязания по национальным видам спорта и гонки на оленьих упряжках. Для мужчин на 10 километров, для женщин по укороченной дистанции. Победителю мужской гонки достался снегоход «Буран» – женский телевизор. Кроме того, в призовой фонд соревнования входили северные олени, нарты, а также наборы первой необходимости в тундре и традиционные оленеводческие костюмы. Соревнования по национальным видам спорта включали бег с палкой, прыжки с колена на дальность, метание чиата, национальную борьбу, бег с палкой в меховой одежде и перетягивание каната. Организаторами праздника выступили некоммерческая организация «Фонд социального развития купол», департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа, региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» и некоммерческое партнерство «Союз оленеводов Чукотки». В Якутск прибыла автомобильная экспедиция «Полюс холода». Восемь экстремалов на трех автомобилях 26 февраля выехали из Иркутска. Они планируют преодолеть одни из самых труднодоступных участков мира и достичь берега Северного Ледовитого океана в Тикси. Экспедиция уже прошла по льду Байкала до севера Байкальска, посетила населенные пункты Усть-Кут, Мирный и достигла Якутска. Далее путешественники посетят знаменитые Ленские столбы, Аймекон, Батагай и Тикси. На обратном пути путешественники поедут через Нерюнгри и Читу. Финиширует команда в Иркутске, откуда и начала свое путешествие. Начальник экспедиции Богдан Булычев по прибытии в Якутию заявил, у региона колоссальный туристический потенциал. Участники экспедиции внесут свою лепту в развитие этого направления съемками своего фильма. Он будет показан по телеканалам, включая федеральные. В Якутске автомобилисты пробудут три дня, пополнят необходимые запасы и продолжат путь через бескрайние просторы республики. Участники экспедиции «Притяжение Арктики» и «Ямальское кольцо» достигли острова Белый. По словам участников, остров встретил экспедицию температурой в минус 18 градусов. Из-за песочных берегов, на которых практически нет снега, машины идут медленно и постоянно проваливаются. Следующая цель экстремалов – морская гидрометеорологическая полярная станция имени Попова, открытая на острове Белый в ноябре 1933 года. Обратно автомобили пойдут вдоль западного побережья полуострова Ямал и гряды островов Шараповой Кошки. Места зимовки экспедиции Малыгина в 1736 году. Напомним, экспедиция «Притяжение Арктики» и «Ямальское кольцо» стартовала из Москвы 21 февраля. Цель проекта – пройти по следам Великой Северной экспедиции 1733-1743 годов. Участники проекта последовательно год за годом изучают маршруты и историю отрядов. На стандартных легковых автомобилях экстремалы ищут выходы к побережью Северных морей. В 2016 году автомобили участников устремились по пути Двинско-Обского отряда Великой Северной экспедиции, проходившей под руководством знаменитого русского исследователя Степана Малыгина. В итоге экстремалы преодолеют более 8 тысяч километров по замерзшим руслам рек, озерам, морскому льду и Ямальской тундре. Полярный Урал с каждым годом привлекает все больше туристов, которые едут туда посмотреть на северное сияние. В минувшие выходные группа туристов из Салихарда приехала на 141-й километр Северной железной дороги. Именно там, в предгорьях Полярного Урала, вдали от города, небесные свечения бывают особенно живописными. Среди туристов фотографы, которые охотятся за северным сиянием не один год. Перед поездкой они вооружились качественными камерами, теплой одеждой и выдержкой. Ловить зеленоватую змейку на небе иногда приходится целыми часами. Некоторые фотографы для своей охоты используют программу НАСА, которая дает прогнозы от трех дней до получаса. Опытные знатоки ориентируются на погоду. Сияние хорошо видно, когда нет облаков. Температура воздуха, так же как и время года, роли не играют. В Национальной библиотеке Ямала-Ненецкого автономного округа состоялась презентация популярной этнологии. Сборник материалов содержит информацию по расширению и углублению знаний по проблемам сохранения традиционных культур коренного населения. Составители сборника – доктор филологических наук Наталья Цымбалистенко и кандидат педагогических наук Виктор Паршуков. Популярная этнология включает разделы об официальных символах округа, географическую справку и социально-экономическую характеристику региона. В книге приводятся отрывки из трудов ученых и амальских писателей, наиболее ярко описывающих культуру и быт коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, в сборнике представлены обряды, ритуалы, произведения устного народного творчества, а также информация о внедрении в округе такой формы обучения, как кочевая школа. В качестве иллюстрации использованы фотографии заместителя директора научного центра, доктора медицинских наук Андрея Лобанова, сделанные ученым в ходе многочисленных экспедиций в отдаленные поселки округа и тундру. Центр арктического туризма готовит бюджетные туры для семейного отдыха. В марте и апреле у жителей округа будет возможность провести выходные за полторы тысячи рублей. На выбор туриста – драйв-туры, рыболовные однодневные выезды и фото-туры. Вы можете выбрать ночевку в настоящей охотничьей избе или экскурсию по бареальному лесу, посещение труднодоступных мест ненецкой тундры или рыбалку. Маршруты не требуют специальной подготовки, необходимая экипировка предоставляется. Для детей в возрасте до 14 лет действует скидка в 50%. Ненецкий округ посетила группа туристов из Сингапура. 11 выпускников университета Глазго остановились в центре арктического туризма. В первый экскурсионный день южные гости отправились в оленеводческое стойбище. После нескольких часов езды на снегоходах, купания в сугробах и фотографий на фоне тундры сингапурцы оказались в настоящем ненецком чуме. Его хозяйка угощала туристов колбасой из олениной, а хозяин прокатил на оленей упряжке. Второй день был посвящен подледной рыбалке. Из только что выловленных окуней тут же сварили уху. Ночью сингапурцы застали уникальное природное явление Арктики – северное сияние. Путешествие в арктический регион впечатлило сингапурцев. Одна из путешественниц, 23-летняя Жасмин Ху, рассказала. Изначально они планировали отправиться в Финляндию, но в итоге выбор пал на Ненецкий округ, о котором никто не пожалел. Увидеть северное сияние и насладиться потрясающей красотой. В Ненецком округе разработан маршрут под покровом небесной авроры. На охоту за северным сиянием вы поедете к побережью Северного Ледовитого океана. В старой деревне Тапседа ничто вам не помешает насладиться небесной авророй. Там нет высоких домов и огней ночного города. Но даже если северное сияние так и не появится, вы получите массу удовольствия от экспедиции по бескрайним просторам арктической тундры. Продолжительность путешествия – пять дней. Оно начинается на турбазе «Лесная сказка». После прибытия с большой земли вас познакомят с местной кухней, природой и предстоящим маршрутом. Опытные водители проведут инструктаж и проверят практические навыки по управлению снегоходами. На следующий день рано утром вы отправитесь в деревню Тапседа. Из уст единственного жителя деревни вы узнаете, почему он живет совершенно один на краю земли, и попробуете его фирменные нерпичьи и блинчики. После размещения в уютном гостевом доме вам предложат отведать традиционный бульон из оленины и евэй, и строганину из рыбы и мяса. После ужина самое время вооружаться камерами и отправляться на охоту за северным сиянием. Третий день пройдет на побережье Северного Ледовитого океана, у мыса Русский Заворот и поселения Ходовариха. Там находится полярная гидрометеостанция. Ее сотрудники покажут свою кузницу погоды и за чашкой чая расскажут о работе и жизни в арктических условиях. Рядом с метеостанцией находится один из старейших маяков русской Арктики. С высоты старинного сооружения можно увидеть всю красоту арктической пустыни. Четвертые и пятые дни оставлены на возвращение в Наринмар, посещение сувенирных лавок, подведение итогов экспедиции и отъезд домой. О том, какие еще маршруты актуальны в Ненецком округе, смотрите в Афиша Тур. Афиша Тур. Афиша Тур.